Огнем охвачено левое крыло здания текстильного комплекса. Площадь пожара 500 квадратных метров. В момент ЧП в торговом центре находится 900 человек, посетителей и продавцы. Такова легенда планового учения, которое сотрудники МЧС провели на территории крупного торгового объекта 22 августа. Задача для спасателей непростая. Помимо пожара, по легенде, происходит обрушение конструкции. Под завалами оказываются 14 человек. Без специальной техники в такой ситуации не обойтись. В зону чрезвычайной ситуации выдвинулся подвижный пункт управления, подвижный пункт управления, в составе 4 единиц техники. Раньше подвижный пункт управления у нас выдвигал в составе 8 единиц техники. В связи с тем, что в этом году главным управлением был получен многофункциональный пункт управления, гражданская защита на базе автомобиля КАМАЗ, который вы видите на заднем плане, силы средств у нас сократились. При лечении силы средств сократились. А для выполнения локальных ситуаций в первое время достаточно, в принципе, одной этой машины. Мобильный пункт управления оснащен всем самым необходимым. Он обеспечивает работу спасателей в зоне чрезвычайной ситуации. Отсюда можно передавать данные при помощи всех видов связи – спутниковой, 3G-проводной. Взаимодействие с вышестоящими органами управления, например, Национальным центром кризисных ситуаций, осуществляется при помощи телефонной и видеоконференц-связи. Значит, вот оборудование 3G-шлюзы обеспечивает работу в 3G-сети. Также можно попасть в интернет и в ведомственную сеть МЧС. Управление спутниковой антенной для организации связи через спутник, канал связи. Крипто-шлюз для защиты от, скажем так, попадания в нашу сеть извне. И другое кондиционное оборудование – все это в автономном режиме может работать около двух часов. Для функционирования мобильного пункта гражданской защиты достаточно трех человек. Всего же здесь предусмотрено 5 рабочих мест для специалистов, которые ведут мониторинг внешней среды, собирают и передают оперативную информацию. Машина по своей сути уникальна. Далеко не каждый регион может похвастаться подобной техникой. И пока на вооружении МЧС есть такой спецтранспорт, жители области могут спать спокойно. Не первый раз уже проводятся такие учения. Были буквально неделю назад, зимой, с выездом автотехники, с проверкой наших противопожарных систем. В общем, хочу сказать, что все тренировки прошли на ура. Комплексная тренировка проводилась под руководством Национального центра управления в кризисных ситуациях. Было отработано взаимодействие со всеми службами и организациями, которые во время чрезвычайных ситуаций должны незамедлительно принять меры для ликвидации последствий ЧАЭС. В том числе был развернут пункт психологической помощи. Все психические состояния у людей разные. По-разному каждый реагирует на чрезвычайную ситуацию. Кому-то нужно просто посидеть, спокойствовать, послушать музыку, успокоиться. Кому-то мы применяем аппаратные методы. Вот, допустим, у нас есть очки Панкова. Они одеваются на глаза. Человек садится в удобное положение, очки включаются, идут световые импульсы в глаза. Сеанс где-то длится 3-5 минут. В целях поднятие настроения человек успокаивается. Работа спасателей всегда сопряжена с большой опасностью. Чрезвычайные ситуации могут иметь разный уровень сложности. Но сотрудники МЧС должны всегда одинаково, грамотно и слаженно выполнять свою работу. Комплексные тренировки – лучший способ быть всегда в форме, чтобы в случае необходимости прийти на помощь.